Здравствуйте! На Первом Ярославском свою работу продолжает информационная служба. В студии Евгений Шуравлев. Сенсации не произошло. Мэр Ярославля Евгений Урлашов останется в следственном изоляторе «Матросская тишина» еще на три месяца. Мосгорсуд спустя сутки вынес решение о продлении меры пресечения для градоначальника до 3 января 2015 года. Напомним, Евгений Урлашов обвиняется в покушении на вымогательство взятки в размере 14 миллионов рублей, а также в получении взятки по предварительному сговору в особо крупном размере. Отметим, что по второму делу вместе с отстраненным мэром проходят и его подчиненные. Кстати, двоим из них также продлен арест. Бывший советник Алексей Лопатнин и экс-заместитель Дмитрий Донсков пробудут в СИЗО до 3 января. Тутаевский районный суд сегодня обязал приостановить деятельность литейного цеха «Общество с ограниченной ответственностью Феникс». С иском к Фемиде по просьбе жителей обратилась природоохранная прокуратура. В июле она выявила ряд нарушений. Оказалось, что завод неконтролируемо выбрасывает в воздух вредные вещества, в том числе аммиак, формальдегид и фенол. Данные химикаты очень опасны для здоровья человека, а в проектной документации об этих ядовитых газах производитель намеренно не упомянул. Теперь по решению суда литейный цех не может продолжать свою работу, пока руководство завода не установит газоочистные сооружения и не получит разрешение на выброс загрязняющих веществ в воздух. Официальное возвращение спустя шесть месяцев. Сегодня Ярославский локомотив объявил о назначении нового тренера. Как и ожидалось, им стал канадец Дэйв Кинг. 66-летний специалист работал с железнодорожниками в конце прошлого регулярного чемпионата, а также в плей-офф Кубка Гагарина. Именно при нем ярославцы добрались до финала Западной конференции. После увольнения Шона Симпсона Дэйв Кинг сразу же прилетел в Ярославль. Теперь он вновь главный машинист. И завтра должен вывести локомотив на игру против московского «Динамо». Кто будет помогать североамериканскому специалисту, официальный сайт локомотива не сообщает. Прошлой осенью в ассистентах у Кинга были Дмитрий Юшкевич и Олег Петров. Деньги придут из Первопрестольной. Правительство России выделило регионам 2,7 млрд рублей на поддержку развития культуры и туризма. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ярославская область из этих средств получит самый большой грант – около 65 млн. Средства пойдут на приобретение специального оборудования для учреждений культуры, обеспечение их необходимым автотранспортом и, конечно же, сохранение исторического облика городов области. Деньги поступят в бюджет региона сразу после соответствующего распоряжения в Министерстве финансов. И менее чем через час в нашем эфире программа «День событий». Ее проведет Наталья Ситникова. Добрый вечер, Наталья. Что у вас сегодня главного в 19 часов? О чем пойдет речь? Добрый вечер. МВД России собирается продавать красивые номера, а купола Толского монастыря готовят к реконструкции. Кроме этого, смотрите сегодня в выпуске. Депутаты муниципалитета сегодня принимали решение об отмене ряда льгот для ярославцев. Результаты знает Евгений Журавлев. В Тутаве на пожаре погиб 8-летний мальчик. Его младшая сестра находится в больнице. Сюжет Георгия Колчина. В Ярославле вновь снимают кино. На этот раз на съемочной площадке работают голливудские звезды. С ними пообщался Иван Уваров. Да будет свет! Жители поселка Караш наконец получили бесперебойное электропитание. Подробности в сюжете Натальи Парфентьевой. Я же на этом прощаюсь. Телефон редакции 744-614. Мы ждем от вас сообщения о проблемах. Следите за новостями на Первом Мировсковском. В студии для вас работал Евгений Журавлев. До свидания.